Приветствую, друзья! Продолжаем прохождение Лондарк. Будем возвращаться сейчас домой, собираться. И пора валить из этой локации, потому что я тут кое-что себе запорола. Кое-что... Да, да, растратила уголь. Но кто же знал, кто же знал, что... Я просто даже не знаю, где можно взять этот уголь. Что же у меня ничего не лечится? Обморожение, холодная погода. Как же это... Навсегда ухудшилось. Что значит навсегда ухудшилось? Я что теперь, умру? Ну нет, ребят. Умирать нельзя. Как можно умирать? Так, пока горит огонь. Надо натопить себе еще... О, кстати, у меня-то еще и дрова есть, оказывается. Мне вот это вот вообще не нравится, что вы навсегда пострадали. Как это навсегда пострадали? Так. Вмvale. Так. Продолжение следует... О, там северное сияние. Так, а у меня там что? Этот металлолом надо будет потом скинуть. А что так... А, сияние, наверное, закончилось. Темнотища. И начинается какая-то буря, да? Как раз, когда скоро утро. Я не хочу, чтобы мое здоровье навсегда ухудшалось. Я хочу выздороветь. Все потому, что шапки нет. Продолжение следует... Так, ну что? Сейчас мы подогреем кофе. Откуда у меня две свежие олени шкуры? Это даже интересно. Что ж... Волки водят. Меня расстроило то, что мое состояние навсегда ухудшилось. Что же делать? Мне теперь что, постоянно умирать? Пока погода хорошая, надо убираться отсюда. Только себя погубила, как говорится. Здоровье себе посадила. И ничего хорошего не нашла и не сделала. Птички там что-то летает. Что-то лежит там, наверное, съедобное. Но я на середину озера не пойду. Чтобы там не лежало. А волк там лежит. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Я очень расстроена своим состоянием. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Дома вроде бы там супы были у меня. Или я все съела уже, не помню. Надо будет посмотреть. Если что, надо будет за медведем сгонять. Так, а там, по-моему, сейчас водопад будет. Надо спускаться, значит. Или, а, нет, водопад это на той стороне вообще. Это я уже путаюсь. Так, только, пожалуйста, не вывихивай себе ничего. Аккуратненько пройдем тут это и все. А то знаю я тебя, Маккенди. Каркушки где-то летают тут рядом. Что-то мы теряем высоту. Где они каркают. Аккуратненько пройдем. Аккуратненько пройдем. Аккуратненько пройдем. Так, это те камни, где я ночевала. Надеюсь, я уже близко к выходу. Аккуратненько пройдем. Аккуратненько пройдем. Аккуратненько пройдем. Прямо на выходе он меня подкараулил. Он же там нигде не свалился. Еще вот откуда, блин, у меня эти болезни берутся? Что не так вообще? Я вон тепла еще дофига. Откуда риск обморожения? Потому что я без шапки или почему? Что за ужас? Все, свалила я из той локации проклятой. Так, полдень. Я думаю, надо сходить к медведю набрать мясо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Так, а к нему надо сейчас от домика будет вправо идти, да? Там где-то стоянка лесорубов и вбок, ну в общем куда-то туда. Надо карту посмотреть. Короче, по ручью надо идти по озеру, по ручью и туда. Где-то они там гавкали, тявкали, каркали. Конечно, у меня есть ружье. Но не хочу я оленя убивать, раз у меня там медведь лежит. И волк, придется еще один патрон потратить. Да ты вообще, что ли? Что, у меня все, закончились патроны? Да, прекрасно, блин. Так, надо палочки собирать, чтобы мясо зажарить. Блин, кто вот это там под деревом? Еще один волк. Ах, а нет, это пень. Кто-то сидит. Там костер какой-то. А это еще что за приколы? Письмо для племянницы Хэнко. О, я знаю, где сейф Хэнко. Еще один охотничий нож. Отлично. Вот тут можно поджарить только 4 часа всего. Интересно. Риск обморожения. Обморожение. Да что такое с головой-то у меня? Хоть бы шапку с этого чувака снять. Я бы вообще не постеснялась. Ему-то уже не надо. Так, тут сейчас где-то будет уже медведь. Ой, лишь бы в сейфе шапка была. Так, что тут валяется? Это я что ли теряла, когда бежала за медведем? Ничего себе. Где эта тварь? Иди в пень. Так, от ручья. Ну нет, мне надо не сюда. Не надо туда. Иди в пень. Иди в пень. Иди в пень. Так, и где я? Мне вот сейчас теряться совсем нельзя. Куда-то не туда я иду по маме. С какой-то очень высокой горы я спускаюсь. Что это за место вообще? Ага, вот я в эту колею попала. Там медведь будет, значит. Да ладно, что медведь пропал что ли? Капец, они забрали у меня 30 кг мяса. Где мой медведь? Я вообще-то на него рассчитывала? Сволочи. Так, мне надо теперь наблюдательный пункт. Я, к сожалению, тут по местности не умею возвращаться назад. Я буду только плутать и плутать. Вот я сейчас вот так вот иду. До ночи надо дойти до этого пункта. В таком тумане тайники искать вообще смысла мне нет. Ничего не видно. Так. 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 Продолжение следует... 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 Нет, там подъем чуть другой был, там такой, как в тупик прибегаешь. Сейчас перевалюсь куда-то. Опять на железную дорогу, что ли? А вот это, кстати, не железная дорога ли? По-моему, да. Это трындец. Срезало называется. Такой туман, ничего не видно. Ну, можно будет на эту вышку зайти по дороге Гресс. Сейчас туда пойду к Зеролову. Такой туман. 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 Так. Такой туман. Такое туман. Такой туман. короче я хочу сейчас набрать палок и накидать их вот тут на развилке чтобы собрать потом и 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 Надо было перед битвой с медведем снять с себя рукавицы, шапки, чтобы он их не разодрал. Маккензи, что ты чавкаешь? О, олень прям тут. Мне бы еды вообще-то, конечно. Ладно. Блин, это очень коварно с моей стороны. Я прям не знаю. Ну, ладно. Просто рыбу идти ловить, а то еще дальше. Если он убежит, то значит судьба у него спастись. Ой, да тут их дофига. Ой, да их реально прям дофига. Три оленя. Вот тут вот этот самый большой. Блин. Это я зря, конечно. Потратила патрон и не попала. caterpillетофига. Естьeds styрен tes. mistа, нет пора. Прянец. И разум, это закрыто, seventeen. Мальчонк тэ. ирина. он не въем сегодня. IB почечнись к большому ребенку. мы подправили. Да это з clapом. И теперь мы идем звёрдиться к земле. Frozen тратим beat Peru. Вот как определить, это достаточно близко, попаду я или нет? Попала. Прости, дружок. Так, надо будет сейчас прийти сюда еще. Я надеюсь, он не исчезнет, этот олень и волки не придут, что мне придется с ними драться за мясо. Пусть где вещи валяются, медведь на меня нападал. Так, у меня тут шкурки. Так, давайте есть пить. Продолжение следует. Так. Сейчас мы тут побросаем. Столько ножей у меня. Так. 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 Сегодня снова сияние. Так. Так, это не мое, вот это мое. Столько ножей, блин, у меня. Першки, непонятно для чего я собирала. Так, это не мое, вот это мое. И вот это мое. Я хоть двигаться могу, но едва ли. Итого у меня 50 килограмм, ну как всегда. Так. 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 А кофе я уже все испила. А нет, еще чашка осталась. А еще приготовленные даже. Не, кофе еще есть. Никак не проходит мое это обморожение. Так. Продолжение следует... 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 Так, отлично. Все еще не можешь двигаться. Ни разу не пробовала, кстати, сырое мясо есть, но что-то не хочу. А то вдруг тоже какие-нибудь необратимые будут последствия. Шутники, блин. Ох, сколько ножей тут у меня. Метаволом, да, зачем он мне нужен? Мне легче просто бросить. У меня есть стопроцентный охотничный нож Джереми. Даже два, почему-то. Так. Хочу сдвинуться, чтобы кидать ненужное там, где потом на это не реагировать. Все, я доползла до края. Так, действия. Ремонт. Ага, вот я могу починить фонарь. Но у меня на ГРЭС есть фонарь. Я хочу посмотреть, соберется ли с фонаря топливо. Вот это вот. Тут вот меньше действия. Собрать. Походу, нет. И вот только здесь. так один пистолет точно бросаем вот эти веревки я переживаю что оно будет нужно ну ладно гвоздодер может быть нужен так вот с этими инструментами вообще непонятно так действие очистить лично тут еще надо топор поточить что мне за эти навыки в заточке интересны так точильный камень почти все так что тут из шматья действия собрать кожу так вот рукавицы это хорошая вещь ладно эти рукавицы блин вот они 77 плюс 1 градус плюс 0 5 это плюс 0 8 30 20 так вот эти вот лучшие действия починить и носить их так 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 а это все мне надо штаны запасные пусть будут можно починить ботиночки на воду так воду так но я даже могу передвигаться так чай выпили и и так что я еще не сделала вот столько ножей конечно мне не нужно поэтому вот этот вот ну ладно даже два ножа я этих брошу оставлю джереми который простые инструменты тоже тут брошу и того вот очень много у меня тех наборов швейных все остальное вроде к а металлолом можно бросить шкуры вот непонятно для чего они мне потом окажется что нужен да и медвежья шкура мне ни к чему вот оленя нужно металлолом тоже наверно надо выкинуть фонарь нагресс стоит новый так вот перья установите его на древко стрелы чтобы стабилизировать ее полет полет я не умею делать лук но чтобы потом не бегать можно оставить не так уж тяжело да гвоздодер я переживаю что нужен мне будет где-нибудь в подвалах этой грэс оружие конечно надо вот пистолет но вдруг я найду патроны пусть будет тут антибиотики вот эти вот можно бросить они уже такие таксины девочек конечно дофига так так спичек очень много и дрова так 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 ладно примерно так может кстати с этим надо с джеремая поговорить по поводу у хэнка кто это такой и что-то он мне расскажет попробую я все со Продолжение следует... Так, отлично. Так, нет. Он со мной говорить не хочет. Ну и всё. Тогда. Спасибо этому дому. Пойдём к другому. Так, сейчас сохранимся. Ага, бегать я не могу, потому что у меня дикий перевес. Что ж я так по глупости-то. Бегать всё равно не могу. Нет, ну надо же так. По какому принципу медведь раз и пропал? Столько мяса в нём там было. Лишь бы там в этом сейфе была шапка. А лучше две. И я теперь навсегда отмороженный. И это, знаете ли, обидно. Ну, конечно, никакие дрова я сейчас уже не буду подбирать. Интересно, вот что надо было? Это то, что я медведя убила, и поэтому появился костер. Или до этого-то я там бегала, не было никакого костра. И появился Хэнк, видимо. Так. 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 и не в горку идем. Все-таки вот тут действия очень привязаны к погоде, потому что с одной стороны есть там фонарь, факелы, когда ты вроде как можешь даже ночью передвигаться от локации к локации или там от объекта к объекту. Но, во-первых, хищников ночью больше как-то или они менее заметны, поэтому он нападает чаще. А во-вторых, постоянно непогода, там вот метель или когда туман этот густой, когда вообще там два метра вперед-назад ничего не видно, где ты находишься, куда тебе бежать. То есть вообще. Плохая погода, сидишь дома. Пока дома сидишь, надо что-то есть. Так, сейчас мне надо направо повернуть, я помню. Вот просто мне кажется то, что неспроста мне попадались эти альпинистские веревки. Их нельзя ни на что пустить, там на тряпки или на что-то такое. Ну, то есть веревки как-то на тряпки перепустишь. Их нельзя никуда приспособить больше. Я так думаю, что, возможно, они там нужны. Но, блин, два троса весят 10 килограмм. У меня только одежда на мне, наверное, 10 килограмм сейчас весит. Итого вот 20 уже. И что там? По мелочи? Ну, в общем, я не знаю. Либо в две ходки надо будет что-то кинуть и возвращаться за веревками, если что. Ну вот, немножко ветер подул и в голову надул. Ну, хоть одну шапку там, пожалуйста. Пусть в сейфе будет хоть одна шапка. Отвали. Отвали. Я иду в сторону. Видишь, в сторону обхожу тебя. Ты мне не нужен, я тебе тоже. И ничего мы с этим сделать не можем. Отстань. Ну, отвали. Я бы уже убежала, но я не могу бежать. Я бы уже убежала, но я не могу бежать. Так, вроде бы отстал. Странно. А тут вообще он не показывает никакой опасности хищников. Интересно. Вон, вот, это бедняжечка. Ого, да, их там много. Так, вот мне сейчас сюда, и потом влево. Вот ночью я где-то тут и бегала, но просто не узнала места. Вроде бы. Ну, трон. У. 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 Так, ну тут где-то должна уже начинаться эта тропинка. Ага, вот, всё отлично. Заборчик есть, значит я на правильном пути. Так, ну-ка по сторонам тут оглядеться. Так, вот она железная дорога. Так. 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 Вон там мы медведи завалили. А вон волк, смотрите, смотрите, вон он там ходит. А вон, вон между деревьями. А их даже двое вон там пасутся что-то. Вообще красивые места. Нормальную бы больницу сюда. И вообще хорошо, чтобы, если что, то это, конечно, какой-нибудь аппензицит прихватит, и все. Пока ты с этого острова вырвешься. Это я даже не про форс-мажорные обстоятельства, в которых мы сейчас, а про обычную жизнь, когда нужно с острова выезжать. А вдруг непогода или метель. Так, вот он, сейф. Код от оборудования. Дневник Хэнка. Так, подождите, там осмотрено, а не пусто. А, спички и газетки. А, я кинула уже дрова. Так, при свете дня. Сейчас тут посмотрим. О, кедровые дрова вон там тоже. Печь для дров. Тут прям все шикарно. Так, что там? Патрон. Так, давайте... Подождите, еще там что-то горючее. Давайте-ка почитаем. Что там у нас? Ухо старого медведя. Кузнечные чертежи. Письмо для племянницы Хэнка. Дорогая Анжела. Помнишь, я говорил, что возможно однажды тебе придется на какое-то время залечь на дно? Я-то думал, это будет из-за землетрясения. Но кто мог подумать, что дела так обернутся? В общем, если тебе понадобится безопасное убежище, если в городе все станет совсем плохо, или, скажем, если ты надумаешь навестить маму, ты можешь воспользоваться моим бункером. Знаю, знаю, твоя мать всегда говорила, что дядюшка Хэнк просто псих и лучше держаться от меня подальше. Но я вечно сижу в интернете на сайтах для сумасшедших выживальщиков. В общем, тебе я этого говорить не буду, а вот ей при встрече обязательно скажу. Я же говорил. Твой любящий дядюшка Хэнк. Код от оборудованного Хэнком бункера 451832. А где же он находится, этот бункер? Так, дневник Хэнка, часть первая. Сколько лет я просидел на своем наблюдательном пункте, таращившись на леса вокруг загадочного озера. Было время подумать о жизни и о том, что в мире творится. Сидишь в башне день, месяц, год. Тут любой свихнется. Ладно, у меня хоть было с кем по радио поболтать. Вот бы еще эта болтливая баба хоть иногда затыкалась. Я вообще-то пришел сюда побыть одному. Прямо начинаешь хотеть, чтобы радио, телефон и интернет и так далее просто исчезли. Да и все. Так вот, я каждый год откладываю часть припасов. Что-то остается, что-то специально не использую. И, в общем, накопился порядочный запасец, снаряги и продуктов. Надеюсь, все это никогда мне не понадобится. Но если понадобится, цель оправдывает средства так. Сомневаюсь, что бункер, который я нашел, еще кому-нибудь нужен. А что может быть лучше бункера, если наступит большой П? Верно я говорю? Так. А что же это за бункер? И где он находится? Ага. Бункер Хэнка. Где-то там. Хм. Неплохо. Еще пойдем в бункер Хэнка. Так. Что там у меня по всяким вещам? Надо попить. Надо поесть. Так. Что там со временем? А, ну так еще время не полно. Блин, постоянно забываю, что тут эта система. Так. А я тут сохраняюсь, когда захожу? Нет. Я не сохраняюсь. Блин. А ты уже хочешь спать, да? Может, мы успеем до бункера доскакать? Как ты думаешь, Маккензи? Если что, у лесников переночуем. Да? Я вот тоже думаю, что да. С горочки-то полегче идти, побыстрее. Так, значит, в этом бункере по-любому будет еда, возможно, оружие. И я надеюсь, всякие вещи. Я очень надеюсь на шапки. Мне очень нужны шапки. Все остальное у меня как бы есть. А вот с шапками получилось нехорошо. У меня постоянно уши мерзнут. Я надеюсь, у Хэнка тоже они мерзли. Так, а могу я как-нибудь спуститься сразу к железной дороге, чтобы там свернуть к этим колесопилке? Так, подождите. Это что-то... Это как-то не тот путь, через который я пришла. Зато, походу, я выйду к железной дороге. Вот отличненько вот эти поваленные вагончики. Кто это там? Волк идет. Тварь. Прям на меня бежит. Отстань. Не удалось. Не удалось. Что-то долго он меня потрепал. Мягкие ушибы, растяжение. Ничего не вывалилось. Так, потеря крови. Понятно. Заражение. Ну, понятно все. Так, повязку. Опять, что ли, ко мне прибежал? Так, сейчас тут будет поворот на эту лесопилку. Макенди, ради бога, только не иной. Опять туманище, в котором ничего не видать. Так, я же не прошла. А, вроде нет. 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 Вот так, что ли. Так, вот он знак. Отлично. мне сюда так вот смотрите на повернули тут и прям сразу вот направо за деревьями должно быть почему когда я что-то ищу спускается туман вот это специально так заскриптована да когда ты идешь что-то ищешь что она должна тебе мешать так ну вот правильно мне как-то надо огибать вот эту скалу какой-то холмик наверное что-то не туда так ну вот так тут не пуганные олени это уже второй камень вот между двумя камнями прошла как бы вот я считаю что вот между этими двумя горами и где-то тут уже должен быть этот бункер камни вот эти что за что это за камни я же не сюда куда-то ушла да нет вроде а вот он отлично кто-то тут валяется этих порошек уже антибиотики антисептика все так ага я могла либо топором либо кодом возможно потому что я не сделала топор 45 18 32 так мне отсюда так 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 аккумуляться либо Прикольно. Качественный инструмент. Что там в решетке? Какой-то воздуховод. Так, так, так. Привет, сигнальные ракеты. Привет. Так, я думаю, что мне надо... А то я тут точно что-то пропущу. Блин, да тут просто дофига всего. О, господи, там еще и труп чей-то. О, господи! Наконец-таки шапка! Я хочу этот шарф. Ну ладно. Отлично. Меня посохраняли там. Такие корни. Ого, сколько там супов! Офигеть! Офигеть! Так, надо вот это барахоня брать. Которые книги там. Газеты. Блин, столько еды, а! У меня, кстати, факелы остались в этом же домике административном. Ну ладно. Блин, сколько еды! Невероятно! Так, надо будет еще эту еду собрать. Ну, теперь-то у меня обморожение, наконец, пройдет. Я надеюсь. А, ну вот это там есть, если что, я смогу попить. Тут все считается помещением, и разводить нигде нельзя. Огонь. Так, ну что ж. На сегодня на этом все. На Гресс пойдем уже завтра или в ночь. Спасибо, что смотрели. А пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok